Сегодня выглядеть моложе своих лет, здоровее и привлекательнее можно при помощи специалистов эстетической медицины и косметологии. Не последнее место в этом списке занимают и представители стоматологического направления. Состояние зубов говорит о человеке гораздо больше, чем марка автомобиля, брендовая одежда и другие атрибуты успеха. А потому вопрос выбора врача чрезвычайно важен. Всероссийский чемпионат по эстетической стоматологии в нашей стране проходит уже в 20-й раз. В этом году принять участников и экспертов выпала честь Челябинску. Конкурсная часть чемпионата проходила на базе группы клиник «Стоматологическая практика». Мы уже 20 лет в ход эгиды Стоматологической ассоциации России проводим всероссийский конкурс, связанный с эстетикой стоматологией. Двухкомпонентный тур, один из которых заключается в восстановлении зубов с помощью средств пломбирования, так называемой реставрации. То, что можно после этого использовать в практическом здравомохранении, не обязательно в столичных городах, но и в малых населенных пунктах. Вторым этапом является медицинское отбеливание зубов, тоже осуществляется докторами. В целом могу сказать, что Челябинск – это город с высоким уровнем развития стоматологии. Такие практики, как стоматологическая практика, клиники, это имеет статус инновационных центров стоматологической ассоциации России. И население может здесь обслуживаться по столичному статусу. Ознаменован чемпионат и другим важным событием для Челябинска. Впервые стоматологическая практика получила диплом «Инновационный центр «Стар». Большое доверие к нам и большие требования предъявляет данное звание. Соответственно, все технологии, которые есть в России, которые одобрены стоматологической ассоциацией России, мы тоже готовы использовать на своей базе, в своих клиниках. Соответственно, мы должны соответствовать требованиям и стандартам, которые предъявляют стоматологическая ассоциация России. Роль ее на данный момент поднимается и в законотворчестве, и в регулировании потребителей, Поэтому получить знак одобрения или знак Национального центра «Страт» – большое остальное. Всего в чемпионате приняло участие 12 врачей-стоматологов со всей России. Среди членов жюри признанные профессионалы – доктора медицинских наук, профессоры, практикующие врачи с большим опытом из Самары, Кирова, Омска, Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга. В первые годы у нас были простые критерии – красивый, некрасивый, естественно, баллами, системой до 6-7 баллов мы рассматривали. И видя высокое мастерство конкурсантов, которые с года в год техниками овладевают все больше, и вот только детали различают победители друг от друга. И в этой связи мы разработали новые, более сложные критерии, когда все этапы фотографируются, подведены в основную такую программу, пентюм мы ее назвали, потому что 5 вариантов – цвет, форма, кровевое прилегание, кровоадаптация, анатомия, функция – все по баллам входит в критерии отбора. Все жюри заседают отдельно, так сказать, в темной комнате, мы даже шутили, пока дымок из трубы не пойдет к Ватикане. Пока все не проработается, и очень объективное жюри, оно не подвержено каким-либо симпатиям или антипатиям. Равные условия на чемпионате для участников обеспечиваются не только одинаковым оборудованием и материалами. У всех приглашенных пациентов практически одинаковое состояние зубов. Пациентов отбирали достаточно серьезно, и члены жюри сегодня тоже произвели замену у некоторых пациентов. Почему? Потому что, чтобы у всех конкурсантов была приблизительно одинаковая исходная клиническая ситуация, чтобы они могли и оказать помощь пациентам, получить такой прогнозируемый результат, и нашим пациентам, и чтобы наши конкурсанты, у них была возможность проявить себя. Но сейчас тенденция в стоматологии – это минимальная инвазия, это минимальное препарирование зубов. И для того, чтобы понять, насколько надо сточить зуб, а может быть во многих случаях 90% не надо трогать зубы пациентов, врач должен провести диагностический этап. Он должен проанализировать ситуацию в полости рта, понять проблему пациента. И тогда на основании этого он уже делает свое планирование. То есть прежде чем врач возьмет в руки Бор и начнет что-то такое во рту делать, он должен посмотреть статус пациента, проанализировать его. И сделать на основании этого досковой прототип зубов-падотехник в специальном приборе, который называется артикулятор. И как раз у них стоматологическая практика одна из первых в России ввела такой протокол в свою работу. Они проводят диагностику, видят финальную форму, представляют ее пациенту. Можно примерить эти зубы, и пациент увидит себя и поймет, да, мне это нравится, мне хочется так выглядеть. И только после этого уже врач начинает смотреть, да нужно ли трогать зубы. И в большинстве случаев, так как они стерлись и стали меньше, их не надо трогать, их надо добавить. И вот как раз вот это, я считаю, одно из важнейших направлений стоматологии сегодня. По результату чемпионата первые места достались представителям Москвы и Чебоксар. Молодые врачи-стоматологи из Челябинска выступили также достойно. В номинации «Отбеливание» второе место заняла Анастасия Парфенова, а в номинации «Реставрация» также второе место завоевал Александр Халдин. Чемпионаты и конференции проводятся с главной целью – повышение уровня профессионализма специалистов. А от этого всегда должен выиграть каждый пациент.